И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать!» Он сказал им, «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взолкал сам и бывшие с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафари и ел хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним?» И сказал им, «Суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин и субботы». И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Встань на средину!» А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, «Протяни руку твою!» Он протянул и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Размышления, часть первая. Господин субботы. Евангелие от Марка, 2 глава, с 23 по 28 стих. Во время творения Бог установил субботу как признак конца процесса творения. Суббота должна быть днем отдыха, когда наше внимание обращено к Богу. По образу которого мы созданы. И напоминать нам, что надо радоваться жизни. Суббота никогда не устанавливала правила и запреты. Она лишь призывала в Божье присутствие. Венец творения – человек, мужчина и женщина, созданное по подобию Божию. Бог установил субботу, потому что любит нас. Суббота – это не бремя, которое нужно носить, но день, когда можно радоваться в Божьем присутствии. На что, похоже, ваша суббота. Вы действительно радостно поклоняетесь и переживаете обновление в Божьем присутствии? Или суетитесь и измотаны в конце недели? Пусть в субботу вы обретете настоящий покой. Размышления, часть 2 Жизнь превыше закона Евангелие от Марка, 3 глава, с 1 по 6 стих Жизнь драгоценна. Суббота – это особый день, в который можно задуматься, понять ценность и возлюбить жизнь. Суббота дана не для того, чтобы сделать жизнь окружающих людей тяжелой и обременительной. Когда Иисус видит человека с иссохшей рукой, то проявляет сострадание и исцеляет его, восстанавливает его жизнь. Тот факт, что фарисеи злятся, видя освобождение человека от недуга, говорит, что их сердца полны заблуждения, тьмы и упрямства. Суббота – это подходящее время для восстановления и обновления жизни. На самом деле, нет лучшего времени для этого. Пусть ваша душа и разум будут обновлены и восстановлены в эту субботу. Время почтения Бога в его присутствии. Когда в последний раз вы переживали в субботу настоящую радость, восстановление и обновление? Если давно, то, возможно, стоит пересмотреть свое отношение к субботе и провести ее с Богом. Продолжение следует... Продолжение следует...